Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Снова предлагаю вернуться на финансовые площадки, оценить тот фундаментальный фонд, с которым мы сейчас имеем дело, разумеется. Посмотрим, что интересного произошло за прошлую торговую сессию и при необходимости, конечно же, внесем, если нужно, коррективы в те цели, которыми мы руководствуемся, в принципе, уже довольно-таки давно. Но, разумеется, опять же, хочу анонсировать очередное кодовое слово, которое будет произнесено по ходу брифинга. Оно позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс с акцием, действующим в рамках АМАР. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все очень просто. Нужно связаться с вашим персональным менеджером и в прямом смысле обменять это слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 6%. Также действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну а теперь, собственно, предлагаю двигаться дальше. Переходим к анализу финансовых рынков и динамике наших основных спекулятивных активов. Начнем, как всегда, собственно, с динамики черного золота и плавно перейдем на то, что показывает рубль в связи с этим. На текущий момент мы видим то, что актуальные цены за бренд 48 с небольшим, но в целом уже можно констатировать, что давление на черное золото сохраняется. Начали мы, конечно же, неделю с продаж активных. В принципе, и прошлая торговая пятидневка была завершена на минорной ноте для оппозиции нефтяного актива. Я думаю, что вряд ли у кого-то, скажем, есть сомнения по поводу того, что нефть должна двигаться к тем уровням, которых она, собственно, сейчас и тяготеет. Это 47, 46, 45 – наша среднесрочная цель. Хотя, наверное, в отношении нефтяного актива такие слова сейчас лучше не использовать, учитывая то, что бренд может за одну торговую сессию скакнуть на 10% как вверх, так и вниз. Сейчас краткосрочные цели, скажем так. У нас 47, практически эта цель уже реализована. В принципе, сегодня даже минимальное значение было еще ниже. Это сейчас идет небольшой локальный отскок. Но, опять же, детальный анализ актуального новостного фона позволяет нам и дальше делать ставку на оснижение позиций как бренда, так и WTI. Говоря про вчерашний новостной фон, который смело можно использовать для подкрепления ожиданий по торговле нефтью сегодня. Это, конечно же, все-таки переосмысление пятничных данных по состоянию американского рынка труда. Все-таки сейчас трейдеры больше склоняются к тому, что позитивных сигналов, разумеется, оказалось больше. Это очевидно. Ну, уровень безработицы снизился, заработная плата растет. Разве это не прогресс? Мне кажется, это очевидный прогресс, которым сейчас можно уже руководствоваться, увеличивая вероятность, повышая шансы на то, что ФРС пойдет на нормализацию денежно-кредитного курса. Разумеется, если усиливается спекуляция на тему повышения краткосрочных процентных ставок, параллельно растут и позиции американцев. Это с точки зрения логики. Ну, опять же, это, скажем, такой долгосрочный взгляд, которым сейчас нужно руководствоваться и понимать то, что у доллара по-прежнему достаточно оснований для роста. Поскольку растет американская валюта, то можно смело говорить, что рисковые инструменты, к которым традиционно относятся и нефть, будут находиться под таким же серьезным фундаментальным прессом. Поэтому сильный доллар – это еще один негатив для оппозиции черного золота. Идем дальше. Запасы нефти США. На прошлой неделе мы констатировали очевидный прирост. Я думаю, что есть вероятность увидеть нечто подобное и уже на этой неделе. То есть сегодня вечером, поздним вечером – это оценка API. Завтра в ходе брифинга мы как раз подведем итоги этого отчета. А в среду уже данные от Министерства энергетики, более объективная статистика. И, соответственно, если запасы снова вырастут, будем говорить уже о настоящей тенденции. И о еще одном негативном факторе для позиций черного золота. Более, наверное, серьезный фундаментальный фонд связан с пересмотренными прогнозами по темпам экономического роста Китая за 2014 год. Если раньше, скажем, были ожидания и уже по факту цифры, с которыми мы работали, прироста в 7,4%, то сейчас он скорректирован до 7,3%. В целом, думаю, что также ни у кого нет сомнений касательно того, что экономика Поднебесной переживает сейчас не самые лучшие времена. Негатив очевиден. Я думаю, что 7,5% – это ожидания, на которые планирует вывести экономику сам Китай, национальную экономику. Это слишком оптимистичные ожидания. 7,5% мы не увидим еще, наверное, очень долго. И сейчас уже 2015 год фактически уже миновал. Я думаю, что он будет плохим, самым плохим за последние несколько десятков лет для Китая. Что будем наблюдать в 2016-м, покажет время. Но я думаю, что 2016 год, опять же, на фоне объективного снижения спроса на сырьевые товары, замедления даже всей мировой экономики, не принесет Поднебесной ничего хорошего. Тем более, что уже проблемы очевидны в плане с избытком инвестиций, которые привели к переизбытку производственных мощностей как в промышленном секторе, так и на рынке недвижимости. Действительно, страдает экспорт, его объемы сильно снизились, опять же, из-за замедления мировой экономики, из-за снижения конкурентоспособности национальных производителей, в том числе за счет возросших затрат на заработную плату. О Китае мы, в принципе, говорим довольно часто, но говорим преимущественно в негативном свете, и эта оценка не меняется. Поэтому для черного золота, да и, в принципе, для всех сырьевых активов и валют, которые зависят от стоимости на сырье, это предвосхищающий фактор для таких осознанных сделок на дальнейшую продажу и ожидания достижения более минимальных ценовых уровней. Также вчера выступили представители Саудовской Аравии, которые сообщили о том, что не будут корректировать уровень добычи в стране, на текущий момент он находится в районе 10,3 миллионов баррелей в сутки. И было отмечено, что эта планка будет держаться еще, наверное, как минимум до конца 2015 года. Но, может быть, учитывая, опять же, прошлые заявления представителей ОПЕК, есть возможность того, что квота будет сохранена на прежнем уровне в 30 миллионов баррелей в сутки и после декабрьского заседания. Поэтому стратегический фактор давления на позиции черного золота никуда не девается, присутствует на рынке. И в связи с этим мы прекрасно понимаем то, что легкие сейчас локальные выпады позиций нефти, интерес со стороны быков, носит, как я уже отмечал, исключительно спекулятивный характер настроенческий. Настроения очень быстро меняются, как только, скажем, сходят на нет эти триггеры для улучшения, повышения оптимизма и улучшения настроений, рынок тут же снова акцентирует свое внимание на тех факторах, которые, собственно, и оказывали ключевой давляющий эффект на позиции черного золота. Мы стараемся не вертеться на рынке в плане того, что появился фактор, нужно использовать непременно через рост, потому что прекрасно понимаем, что такие сделки могут быть чреваты большими убытками, потому что трудно будет как раз уловить тот момент, когда нужно отказываться от сделок, которые на самом деле не совсем оправданы. Поэтому мы как заняли позицию в плане продажи черного золота, так ее и придерживаемся. И за последние несколько месяцев такой подход и сценарий поведения на финансовых рынках принес нам уже достаточно много прибыли, и благодаря нему мы сфиксировали много профитных сделок. Поэтому сейчас по нефти, разумеется, давайте двигаться вместе с брендом вниз. Актуальные котировки уже создают условия для того, чтобы, наверное, сегодняшнюю торговую сессию мы закрыли в отрицательной зоне. В общем, идем на 45, я думаю, что этот ценовой рубеж может быть протестирован буквально до конца этой недели, а может быть даже и еще раньше, учитывая, опять же, повышенную волатильность, характерную для этого актива. Что касается рубля, здесь, учитывая ослабление позиций черного золота, разумеется, сдает драгоценные копейки и российский актив против основных конкурентов доллара и евро. Актуальные уровни 68-67, то есть по-прежнему USDRAP тяготеет к очень мощному прежнему сопротивлению, которое находится на уровне 70 рублей против доллара. Думаю, до этого значения остается еще совсем чуть-чуть, это очевидно. И также, исходя из ополочной волатильности, этот рубеж может быть протестирован буквально в самое ближайшее время. Обещал я то, что мы вернемся к данным по инфляции, поэтому за август инфляция в России увеличилась на 0,4%. Это очень много, это серьезно контрастирует с теми показателями, которые мы анализировали месяцами ранее. То есть, если последние 3-4 месяца показатель по инфляции держался в районе 0,1-0,2% в масштабе месячного прироста, то сейчас у нас уже существенное увеличение инфляционного давления, что в целом стало причиной уже разгона и годового показателя с 15,6% до 15,8%. Понемногу приближаемся к критическим уровням, риски этого были обозначены ранее, и я отмечал то, что здесь следует руководствоваться простой математикой касательно того, что ослабление валюты на 1% добавляет к индексу потребительских цен 0,1%. Эта логика работает, увидели, как несколько месяцев назад, 4 месяца примерно, если быть точным, рубль снова стал валиться, и вот сейчас эхом эта статистика, этот фактор девальвации доходит до реальных макроэкономических отчетов и релизов. То есть, сейчас мы сталкиваемся со страшной действительностью, реальностью, о которой было заявлено ранее. И 15,8% по инфляции, я думаю, что это еще не предел, тем более, что если мы коснемся самых мрачных ранее прогнозов со стороны инвестиционных банков, а сейчас, мне кажется, они более реальны даже, то показатель по уровню инвестиционного давления в России до конца этого года может легко оказаться в районе 16,5% или даже 17%. Разумеется, с учетом такого показателя по инфляции, можно смело забыть про любые предпосылки потенциального роста потребительской активности, активизации роничных продаж, развития промышленного сектора, и не нужно уже надеяться на то, что экономика сможет выбраться из того дна, в котором сейчас находится. Рецессия уже около 5%, спад может быть еще более глубоким, тем более, что впереди 4 очень неприятных месяца, которые продолжат дисконтировать все риски, которые характерны для российской экономики. Поэтому ждем еще более слабые макроэкономические данные, ждем в связи с ослаблением цены на энергоресурсы и соответствующего давления на позиции российской валюты, ну и, конечно же, ожидаем закрепление пары USD-RUB снова выше 70% против американского доллара. И также не стоит забывать о том, что на рубль в самое ближайшее время, скорее всего, будет оказан еще один серьезный фактор негатива, давление, и связано это, опять же, с основными выплатами по задолженности перед зарубежными кредиторами. Напомню, что величина долга уже составляет порядка 15 миллиардов долларов, что, разумеется, очень много. Когда мы анализировали прошлый отчет по налоговому периоду, еще тогда пришли к выводу о том, что налоговый период не оказал поддержку рублю, только потому, что как раз нивелировался потенциальный позитив негативом от долговых обязательств. Это действительно так. Поэтому рубль продолжаем также продавать. Как бы нам не хотелось найти основания для роста этого актива, но пока руководствуясь реальностью и действительностью, этих оснований нет на рынке. Идем дальше. Евро-доллар. На текущий момент актуальные котировки 1.12.16. В целом за последнюю торговую сессию ничего интересного с точки зрения фундаментальных событий не произошло, поэтому в целом стоит вспомнить про тот новостной фонд, который остается основным триггером, катализатором и движком для динамики главного валютного риска. Это прошедшая конференция монетарного руководства ИЦБ в прошлый четверг, где мы получили точный сигнал о том, что нужно готовиться к дополнительным мерам экономического стимулирования и к более агрессивному выкупу активов. Согласны мы, конечно же, с оценкой Драги, потому что единственное, что может сейчас помочь экономике разогнать показатели по инфляции, это, разумеется, потенциальное расширение баланса Центрального банка. Увеличить баланс без более активных мер по стимулированию и увеличение, опять же, программы QE невозможно. Ждем, соответственно, уже перехода от вербальных заявлений, от слов к делу. Когда это произойдет, я думаю, что в самое ближайшее время. Напомню, что месячный показатель уже в дефляционной зоне, фактически даже в пропасти, потому что минус 0,6%. Ждем актуальные цифры, я думаю, что в целом ситуация не изменится. И если действительно и месячный показатель будет сохранять свое положение именно в зоне дефляции, у нас будет еще больше. С того, они надеются на более скорое действие со стороны руководства европейского мегарегулятора, то есть со стороны ЕЦБ. Поэтому для евро это негативный фактор такого стратегического действия. Его мы ожидаем в самое ближайшее время, как я уже отметил, эффект среднедолгосрочный. Напомню, что в связи с подобными ожиданиями многие инвестиционные банки, в частности, вот хотел обновить цели по Барклайсу и UBS, они уже прогнозируют возможность движения пары евро-доллар в район 1,05. Это в перспективе 3-4 месяцев. То есть получается до конца этого года. Но здесь еще ожидание такой глубокой просадки главного валютного риска, а связано с потенциальным ростом доллара. Потому что, разумеется, уже не за горами очередное заседание ФРС, где, может быть, мы услышим о долгожданном решении повышения какосрочных процентных ставок. Если это произойдет, доллар будет на коне, окажет, соответственно, серьезный прессинг на позиции рисковых инструментов. Поэтому евро, а, к сожалению, сейчас, опять же, говоря про реальность уже для главного валютного риска, также имеет куда больше оснований для сохранения коррекционного импульса и снижения. Сегодняшний рост можно объяснить на азиатской торговой сессии тем, что шанхайский композитный индекс был открыт, сессия с просадкой, минус 1%, поскольку я уже отмечал, что трейдеры сейчас внимательно следят за динамикой китайского фондового рынка, реагируя на то, что происходит, разумеется, и уже наученный опытом позапрошлой неделе, точнее даже двумя неделями ранее, когда именно падение шанхайского композитного индекса стало причиной коллапса на вообще фондовой секции всей мировой экономики. Поэтому сейчас любые намеки на снижение тут же сеют на рынке панику и становятся причиной перевода всех инвестиционных средств, всех активов и капиталов в защитные активы. Это в японскую иену, швейцарский франк и облигации. Поэтому сегодня, как только индекс просел на 1%, мы снова увидели повышенный ажиотажный спрос на японскую иену и на франк. И в принципе, если вы посмотрите на динамику USD с виси, то есть пара доллар-швейцарский франк и доллар-японская иена, американская валюта сбавляла на азиатской торговой сессии. Сейчас композитный индекс уже выбрался на положительную территорию, минус 1% локальной просадки сместился уже ростом в 1%, и мы видим, как и франк, и иена начинают снова слабеть, отдавая те пункты, которые им удалось набрать против доллара, уже американскому конкуренту. Поэтому плавно предлагаю перейти теперь к ожиданиям по паре доллар-японская иена. Здесь у нас в связи с приближающимся заседанием ФРС настройки не меняются. Мы ждем активного усиления позиции доллара и ждем возвращения пары USD в район 125 иен за 1 доллар. Вчера поздним вечером состоялась еще одна конференция представителей ФРС Вильямса, где также было сказано очень много лесного в отношении американской экономики касательно рынка недвижимости, рынка труда. Это в целом подтверждает и то, что говорили мы ранее о том, что ФРС вместе с, скажем, на фоне американской статистики вполне готова к тому, чтобы перейти к коррекции текущего монетарного курса и повысить какосрочные процентные ставки впервые за 10 лет. Правда, Вильямс отметил и негатив, который имеет место быть для американской экономики в связи с замедлением темпов роста мировой экономики в целом. Может быть, в чем-то он прав. Но мы уже получили достаточно много свидетельств того, что эти риски, наверное, сейчас в большей мере нивелируются, тем более, что мы не видим катастрофического развития в плане негатива ситуации, связанной с недавним падением фондового рынка Китая. Ситуация вроде бы как стабилизировалась, и несмотря на наличие серьезных рисков за устойчивость Китая, большинство трейдеров уже, скажем, решили, что худшие времена и уже позади, в принципе, повторения коллапса фонды уже не будет. Хотя риски, конечно же, присутствуют. Но мы больше руководствуемся не ожиданиями, а конкретными фактами. И сейчас, наблюдая за тем, что происходит и в рамках китайской фондовой секции, нет оснований, чтобы закладывать какие-то риски в эту динамику и, соответственно, делать аналогичные выводы по поведению других активов. Поэтому USD-YEN, здесь ключевая идея связана с заседанием ФРС, ожиданием повышения ставок, и от этой идеи отказываться не нужно. За последние месяц-полтора, я думаю, что мы услышали позицию буквально всех голосующих членов ФРС. На текущий момент полярность мнений очевидна, 50 на 50. Кто окажется сильней, это, конечно же, покажет время. Но факт остается фактом. Сентябрьское заседание может оказаться самым интересным заседанием за последние несколько лет. И если все-таки ФРС наконец-таки анонсирует решение по росту процентных ставок, это будет настоящая фундаментальная бомба, которая тут же скажется в динамике инструментов. Кто-то говорит, что доллар уже заложил в собственные стоимости потенциальное повышение ставок. Я считаю, что нет. Потенциал роста сохраняется еще в районе 30-40%. И если действительно это решение будет принято, пара USD и иена очень быстро сможет оказаться выше значения 125 иен против американского доллара. Но евро, разумеется, на этом фоне придется активно терять и продолжить придерживаться того коррекционного вектора, который был заложен уже давно. И этот вектор ведет пару евро-долларов в район 1.05. До паритета там останется еще совсем чуть-чуть. Что касается британской валюты против доллара, сейчас актуальные котировки чуть выше 53-53.20, может быть, чуть выше. Мы видим то, что после достижения минимального уровня с июня пара действительно отбилась от мощной поддержки и сейчас растет исключительно на технических факторах. Поскольку наша цель была реализована, мы взяли паузу в торговле этим тандемом валютных активов и отметили, что есть еще возможность взять профит на дальнейших продажах по фунту только в том случае, если найти правильную точку входа. Эта правильная точка находится ниже как раз этой поддержки, в районе 1.51.50. Для тех, кто хочет совсем рискнуть на продажу по фунту, можно попробовать использовать отложенный ордер селл-стоп с уровня 52. В качестве ближайшей цели уровень 50, также отмечал я об этом еще вчера. Рисков достаточно. Я думаю, что самый главный негатив, он связан уже с политическими факторами и возможным референдумом по поводу выпадения Англии из состава Европейского Союза. Поэтому в перспективе, я думаю, что мы переключимся на этот фон преимущественным образом, описывая перспективы и будущую динамику фунта. Но в целом, уже говоря наперед, это, разумеется, исключительно негативный фактор, который рискует выступить новым антикатализатором движения для британца и стать причиной еще большей разгрузки. USD-свиси также касались мы в рамках этого брифинга. После сегодняшнего негативного открытия шанхайского фондового индекса мы видели, как пара просела до уровня 0.97, то есть минус 50 пунктов буквально практически в моменте. Но сейчас USD-свиси торгуется уже выше 0.97, а значит трейдеры снова возвращаются к прежней инвестиционной идее, которая предполагает движение этой валютной пары в район паритета. Остается 300 пунктов, я думаю, что в связи с ожиданием такого серьезного фундаментального события, как заседание ФРС и повышение процентной ставки, 300 пунктов даже для такой не совсем динамичной валютной пары, как USD-свиси, может быть опрудено буквально в считанные дни. Поэтому ждем паритета. Я думаю, что эта идея станет еще одной классной, инвестиционной и принесет неплохой профит для всех, кто присоединился к ней в последнее время. Что касается кодового слова на сегодня, это мегарегулятор. Еще раз напоминаю, что величина бонуса 6%, и если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Ждем вопросов и комментариев на нашем социальном канале на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.